Евросинья в миру Предслава родилась в знатном богатом роду. Ее отцом был князь Витебский Святослав Всеславич, родственник равноапостольного князя Владимира, крестителя православной Руси. Возможно, что этот факт сыграл для Предславы особую роль в выборе жизненного пути. В 12 лет девушка отказалась от планируемого родителями замужества с одним из князей и тайком сбежала в монастырь. Если поначалу тетка монахини не соглашалась наложить обед безбрачия на красивую юную девушку, то вскоре поняла тщетность своих убеждений. Предслава приняла постриг, да еще сподвигла на это решение других родственниц. При этом послушница выбрала для себя самое суровое испытание – проживание в Голубце, особой келье Софийского собора, где читала молитвы, переписывала церковные книги и занималась богослужением. Евросинья сердце свое напаяло Божией премудростью. Так описывала ее деятельность жития. Разные знамения привели монахиню на берег реки Полоты в Полоцкой области, где она начала отстраивать приход, а также преподавать азы богослужения всем желающим. Так появился Спасский женский монастырь. Начало увеличиваться количество монахинь, были созданы иконописная и ювелирная школы. По заказу Ефросини искусственный ювелир Лазарь Бакше создал уникальное произведение искусства на перстный крест, с вмонтированным в него ковчегом, где хранились мощи святых угодников. На боковых сторонах креста была выгравирована надпись о том, что святыню нельзя выносить из церкви святого Спаса, продавать или воровать. Крест стал объектом почитания, к нему приходили поклоняться многие знатные персоны. Князь Василий III, царь Иоанн Грозный. «Будучи доктором философии в нашем монастыре, я часто наблюдал, как чтут память этой святыни инокини нашего монастыря и жители Полоцкие, а также довольно обширного воеводства. В кафедральной церкви Полоцкой до сих пор хранится золотой крест, великолепные работы с разными мощами», – так писал архимандрит Игнатий Кульчинский. «Но если крест удалось сохранить в целости во время Первой мировой войны, то во время Второй мировой он был безвозвратно утерян. А масштаб его потери был многими приравнен к ценности янтарной комнаты, похищенной немцами из царского села». Деятельность же преподобной Ефросинии на создании креста и церковной обители не закончилась. Молитва святой много лет разносилась по всей русской земле, ратуя за объединение городов и прекращение между усобиц, примирение между враждующими князьями, братьями и сестрами. «Вот я собрала вас ради имени Господа, подобно тому, как птицы собирают птенцов под крылья свои. Я собрала вас, как овец Божиих, на луг Божественный. Паситесь же на заповедях Господних, «Возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радостью, а не с печалью, заботилась о спасении вашем, и чтобы я возвеселилась духом и видя духовные плоды трудов ваших». Так наставляла монахиня всех приходивших к ней за советом и помощью. Незадолго до своей смерти она совершила паломничество по намоленным местам Иерусалима. В житии описывается, что небесный ангел поведал святой о том, что ее земная жизнь завершается, и пришло время принять покой на обетованной земле. С 1910 по 1917 годы во время правления государя Николая II мощи святой были перевезены в Полоцк. Чудеса исцеления, которые произошли по пути возвращения мощей святой на родину, были описаны в двух баршурах, и происходят они по сей день с многочисленными паломниками. КОНЕЦ